Всем привет, дорогие подписчики и те, кто еще не подписался почему-то на канал Криптокомманс. С вами, как всегда, Грини, и мы поговорим, конечно же, про крипту. Поехали! Ну что, начнем с Дэша, по традиции. Смотрите, Дэш удержал прекрасную свою восходящую поддержку, отбился. И по аналогии, это я не просто вам стрелочку какую-то рисую, по аналогии с Рипплом, с Карданой, с Эфиром Классиком, да практически с любым вторым альтом. Очень вероятен сценарий, что мы сейчас увидим вот такой вот фрактальчик. Ну, посмотрите, еще раз говорю, на то, как Риппл пошел. Риппл пошел как по учебнику. Смотрите, я здесь ювелирно просто на донышке зашел в лонг и полетел, и нарубил уже почти 3000%, чего я вам желаю. Лонги свои продолжаю держать, набайбите Риппл, Эфир, но уже разгрузил большую часть. EOS, DOT, Эфир Классик еще догрузил. О, нифига, Эфир Классик у меня уже 1000% дал. Красавчик. В общем, если вы хотите также крышесносно иксовать на наших любимых биржах, то не забудьте, что ссылки на них вы, естественно, найдете в описании, с бонусами всяческими. Например, на Binance 20% кэшбэк по нашей ссылке. На остальных биржах тоже кэшбэк комиссии, плюс крышесносные депозитные бонусы, Bybit, Femex, наша любимая биржа, а также Ascendex, Poloniex и FTX мы только осваиваем. Вот, ну также рабочие обменники, Crypto, Fiat, рекомендую вот эти два обменника, обязательно их посмотрите, хорошие кошельки, наш телеграм-канал, все-все-все ссылочки, ребята, как всегда, в описании, не забывайте об этом. Что мы здесь видим с вами сейчас? Что индекс страха и жадности уже переваливает на сторону жадности, так что вполне возможно, вероятно, небольшая коррекция в какой-то момент, но она может и позже случиться, после того, как он пошкалит здесь. Помните, как долго он лежал на отметке экстремального страха? Да почти три месяца, вот, посмотрите, все три месяца он валялся, экстремальный страх. Так что и в моменты роста индекс может быть в экстремальной жадности тоже очень долго, как здесь, не забывайте об этом. По Dash, еще раз говорю, что по аналогии с Replom, со всей Alt, вполне возможен сейчас вот такой вариант, тем более мы видим с вами паранормальную активность в стакане. В паре Dash BTC мы видим паранормальную активность покупателя, посмотрите. Это, причем, это график с Poloniex, а Dash BTC с Binance, вот, я загрузил, там конкретнейшие фитили, кто-то по рынку закупает конкретно Dash, посмотрите. Вот фитиль и вот фитиль. Видите, то есть в то, что мы видели с вами пару недель назад, когда был прострел на 75%, все это подтвердилось. Так что Dash по-любому Long to the Moon, Bitcoin Cash тоже уже пошел. Держу все свои лонги, не вынимаю. В кроссе вот такой вот профит за месяц приносит лонги в кроссе на Binance. Вот, но при этом давайте сохранять холодную голову и понимать, что в любой момент нас может ожидать коррекция. Вот мы видим сейчас, что за день все немножечко подпросело, за исключением Ripple, Daja там и так далее. И по TRDR, ИО мы что видим, что есть, конечно, плотность продавца, вот здесь вот есть некая плотность продавца, вот видите заявки, вот эти красные штуки, это заявки, лимитные заявки на продажу по битку. Кто не знает, как это включить, на сайте TRDR, ИО включаете индикатор Order Book Overlay. На Trading View их нет. Order Book Depth Overlay и Order Book Top Levels. Очень полезная штука, вы видите все заявки вот таким вот образом на экране. Вот, при этом я думаю, что этого продавца сейчас пойдут выносить, и мы полетим куда-нибудь на 52к, и потом только увидим небольшую коррекцию перед продолжением роста. Но это мой спекулятивный прогноз. А пока мы в целом видим замедление бычьего тренда, есть там некие дивера. Если мы взглянем на биткоин здесь. Вот, на 4-х часовике у нас с вами явный дивергенс, дивергеншин происходит, смотрите, да? Повышающиеся пики в цене, но понижающиеся в RSI. Но на дневном таймфрейме тоже, в принципе, есть, но такой незначительный дивер. Ради виражи они медленно отрабатывают, понимаете? Мы можем медленнее начать подниматься, все сильнее спускаться по RSI, как это было вот здесь, помните? Вот, еще несколько понижающихся пиков дать, и потом только провалиться вниз. Такое может быть, может быть, и это будет мини-пузырь перед продолжением роста, может быть. Вот, такое может быть, тоже, конечно, может быть, это крипторынок, что все, дампы, скам. Но я в это не верю, хотя Пифагор выпустил очень крутое видео, респект, шаутаут Пифагорчу, про то, что, чуваки, не обольщайтесь, мы еще не потрогали там какие-то... Он, как всегда, натягивает Фибу и говорит, что после того, как мы вот так скорректировались, мы, по идее, еще куда-то вот туда должны упасть в двух словах, перед тем, как продолжить рост по его технике. Посмотрите у него на канале. Вот, поэтому двоякое ощущение. С одной стороны, альты тузамунят уже многие. Но тоже, смотря как тузамунят. Рипл с одной стороны попер хорошо, с другой стороны, не переписал еще даже свой локальный хай. Я уж молчу о своем основном хае. Поэтому сейчас имеет смысл, я считаю, держать те альты, которые вот здесь внизу и только выходят из низа. Такие как Dash, там Bitcash, Stellar тот же тоже, он еще только-только попер потихонечку. Поэтому вот что. Ether Classic тоже попер хорошо. В целом все, конечно, лонг и тузамун. Если у вас есть маза держать до талого, то держите и не парьтесь вообще. Вот, пальцы зону индексу, что я могу вам отметить? То, что да, мы в глубокой перепроданности альты к битку. То есть сейчас будет как минимум отскок. А скорее всего будет, как вот у нас было в 2017 году, что вот помните, весь 2017 год у нас был альтсезон. Вот здесь потом был биткоин сезон летом. И мы выстрелили в конце осени обратно в альтсезон. Вот сейчас, скорее всего, мы тоже в какой-то момент выстрелим обратно в альтсезон. И уже мы начинаем это видеть потихонечку с вами. На графике доминации мы видим, что она падает. Мы видим, что она падает. И это прекрасно, потому что мы, скорее всего, пойдем перебивать вот этот лой, о котором я много раз говорю в своих видео. Я надеюсь, вы в курсе. Да, график доминации биткоина говорит за то, что альты сейчас будут сильнее накачивать бабками, чем биток. И когда мы перепишем вот этот вот лой, вот это будет реально веселуха. Это будет самый масштабный альтсезон в истории человечества. Опять же, дисклеймер, не финансовый совет. Грине просто гонит то, что ему с утра пришло в голову. Вот. Но, тем не менее, мы видим с вами здесь, что по альтсезон индексу, единственный альт, который сейчас точно не надо покупать, это AXS, про который много шумихи. Потому что он уже поднялся на 1000%. Ну, гайз, камон. Включаем голову. Если он так высоко поднялся, может он еще подняться? Конечно, может еще на 1000%. Давайте его, кстати, посмотрим. Но вероятность того, что он сейчас затузамунет еще выше. Крайне низкая становится. Вот. Вот он перед нами. Ну, это капец, чуваки. Вероятность того, что он сейчас еще безоткатно затузамунет с каждой зеленой свечкой все больше и больше уменьшается. Понимаете? Есть математическая вероятность. Не бывает просто всегда вверх или всегда вниз. Всегда этот рынок идет волнами. Так вот, в какой-то момент, уже мы видим, что, кстати, вот такая вот тень разворотная. Хотя здесь тоже были такие тени. Короче, в какой-то момент это шахарение развернется и полетит так сильно вниз, что, ну, как минимум, вот так вот как-то. Поэтому нафига ловить этот падающий нож, если вверх ногами на него посмотреть, да, то это падающий нож. Зачем это делать, если можно спокойненько, спокойненько набирать те монеты, которые еще не стрельнули. Поэтому, на мой скромный взгляд, AXS не надо сейчас брать в лонг. Вот эти монетки уже все откорректировались. Вот за 90 дней мы видим, что даже додж откорректировался. Но за 50 дней тоже AXS, луна и XRP дали больше всего. Тоже их аккуратнее уже. Несмотря на то, что они могут еще стрельнуть. А вот за год доджкоин все еще лидирует. Додж, матика, луна. Тоже не надо их трогать, потому что уже капец. А вот БСВ этот с камина, смотрите, он самый за год недокупленный. Он дешевле биткоина в плане процентов, поэтому меньше биткоина набрал. Так что вот эти все альты более-менее интересно набирать, потому что они еще не дострелялись. Смотрите, они даже не обогнали биткоин. В том числе и Dash, и Биткэш, и Манера, и Лайткоин, и XLM, и Neo, и все, что мы держим с вами. Ну и, конечно же, на Femex, на Femex я все еще держу свой лонг, который тоже набрал вот здесь на донышке по 30 тысяч, как вы можете видеть. И в плюсе он уже на 3000%. Поэтому, ребята, очень-очень важно на панике, когда все продают и ждут, что мы сейчас пойдем на 20, на 15. Очень-очень важно не поддаваться всеобщему мнению и покупать. Покупать страх и продавать жадность. Страх куплен, жадность пока еще не достигнута. Жадность будет на гораздо более высоких отметках, поверьте мне. Поэтому покупать, покупать, покупать и на просадках докупать. Дисклеймер, конечно же. Биржа Femex офигенная. Кстати, лонг по золоту еще я здесь открыл вновь, но это уже совсем другая история. Золото сейчас в выходные не торгуется. Завтра откроется гэпчиком. Надеюсь, что наверх. Посмотрим. Золото очень-очень-очень перепродано, ребята. Золото переписывает свой L-Time High, при этом на локальном дне находится, на мой взгляд, опять же. Ну, в общем, как-то так. Поэтому вот такие вот дела. Хочу вам напомнить еще, что у нас есть второй канал CryptoCommons 2.0, ссылка на который в описании. Вот она. CryptoCommons 2.0, подпишись. На нем вышло очень интересное видео. Вчера или позавчера, по-моему. В коллаборации с каналом Russian Family Off-Market Cypher нашими друзьями, вот этим вот каналом, тоже подпишитесь. Мы сделали просто крышесноснейшую работу. Мы перевели полтора часа дискуссию Бенджамина Коуэна и плана B, создателя модели Stock to Flow, ребята. Stock to Flow. Та модель, которая нам пророчит с вами. Биток за 280k. В довольно-таки обозримом будущем. Поэтому обязательно смотрите это видео. Сейчас оно появится у вас сверху. Ставьте ему лайк, просто обязательнейшим образом. Убедитесь, что вы подписаны на второй канал, нажат колокольчик. И поскольку оно из двух частей, не забудьте, что вторая часть этого видео на канале Russian Family Off-Market Cypher. И вот оно в конце появляется. Большое спасибо Сёрфи и переводчику со второго канала, что они проделали эту работу. Обязательно перейдите на второй канал. Посмотрите вторую часть. Потратьте полтора часа своей жизни. Работа просто монументальная. Монументальная работа. И поддержите ребят со второго канала лайками, просмотрами. Потому что вот они только-только открыли канал недавно и набирают обороты. Очень замечательный канал. Куча полезной инфы. Там и Ivanutec переводит и BitBoy Crypto, и Бенджамина Коуэна. И свои уроки по MarketCypher. Переводы CryptoFace. Короче, true-true-true информация для трейдеров и для ходлеров. Ну как-то так всё рассказал. Сегодня вечером будет ещё больше CryptoGone. AXS не трогаем. Даже набираем на всю котлету. Сегодня вечером будет CryptoGone с супер спешл гостями. Поэтому не забываем, подписываемся на канал. Ставим лайки, тейки, стопы. И всем профитролей. До вечера. . Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»